Чуть такому голосу запыхавшемуся, да, да, танцевала, танцевала под эту самую песню, которую просто обожаю, думаю, что так же, как и вы. Перед тем, как мы с вами двинемся далее, хочу кое-что полезное сообщить тем людям, которые мечтают о собственном жилье, но при этом знают у них неважная кредитная история, и, собственно, им уже не однажды сказали «нет», отказав в моргич. А мы вам скажем, не отчаивайтесь, и есть человек, который пойдет вам навстречу, который скажет вам «да», поскольку считает, что мечты должны сбываться. Это моргич-брокер Лилиана Гехтин, и именно она дает честные профессиональные советы, проведя вас по всему непростому пути от начала до закрытия сделки. Да, вы должны позвонить Лилиане Гехтин. Вот телефон 718-809-3639, 718-809-3639. Лилиана Гехтин, позвоните ей, и она обязательно скажет вам «да». А мы вернемся, друзья, 22 февраля 1981 года. Вот она интересная дата, когда сингл с еще одной песней, которая грозит нам с вами тем, что усидеть на месте мы не сможем, и вызовет просто массу воспоминаний. Наверняка у многих наших слушателей эта песня «Сарапер Кеттиамо» в исполнении итальянской группы «Рики Повари». Помните эту песню? Конечно. Вот именно в тот самый день, 22 февраля 1981 года, она выбилась в лидеры хит парада Франции, Италии, Швейцарии. Песня была издана как сингл в 1981, но и вошла в альбом группы «Рики Повари» 1981 года. Ее премьера состоялась в начале февраля этого же года в Сан-Ремо, и группа приехала в полном составе, выступив на репетициях. Но перед первым конкурсным выступлением в первый же вечер фестиваля случился скандал. Участница группы Марина Океена покинула группу по личным мотивам, и несмотря на споры «Рики Повари» все же в составе трех человек выступили с этой самой песней «Сарапер Кеттиамо». Причем сделали это и ритмично, и легко запомнились, благодаря чему 10 недель продержались на первом месте хит парада Италии. По итогам года песня заняла шестое место, ну и стала суперхитом в Европе. Впоследствии вошла в итальянские музыкальные учебники, а выступление с этой песней на телевидении Германии в 1983-м даже вошло в новогодний выпуск передачи мелодии «Ритмы зарубежной эстрады». Помнится, наверное, она многим из вас выходила на советском телевидении, и, кстати, это стало тогда первым появлением «Рики и Повари» перед советскими зрителями. В этот период группа получила многочисленные премии и награды. И премию за лучшую группу года «Золотой диск» за песню «Сарапер Кеттиамо». В 1982-м она выиграла в телепередаче на итальянском телевидении. Ну и, надо сказать, что лидировала по многим-многим показателям. Год стал успешным для этой самой отдельно взятой композиции. Группа была на пике популярности. Ну, а сейчас мы с вами проверим, прошло ли ее время, по крайней мере, для нас с вами. Поехали, слушаем «Рики и Повари». Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok